Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу вам рассказать о своем очередном заказе с сайта Banggood. Самое основное, из-за чего затевался этот заказ, это были вот такие вот клевые кеды. Эти кеды оказались одновременно и большой моей радостью, и самым большим разочарованием. Почему радостью? Выполнены они просто великолепно. Я бы не подумала, что это Китай. Они очень добротные, резиновые, везде замечательно, все подогнано, все проклеено. Ни одной ниточки нигде не торчит. Ну, видно, думаю, что выглядят просто классно. Но спросите, чем же я разочарована? Они маленькие мне. Смотрела я вроде бы по размеру. Это 39 размер, 24,5 см. И они мне маленькие. Печаль. Они мне маленькие, как и по высоте, как и по подъем, да, это называется, или взъем. Не знаю, как правильно. В общем, и здесь они. Но здесь, в принципе, это все регулируется завязками. Но вот длина, к сожалению, маленькая. Пробовала я их одевать. Попыталась я их поразнашивать. Боль была адская. Проносила я их, наверное, часа 4. Не снимая. Вот конец уже боль была адская. Если бы вот здесь не было вот этого прорезиненного носика, который круто защищает носик. Все здорово. Вот замечательно, что он есть. Были бы они мне как раз. В общем, но если бы его не было, то, я думаю, возможно, у меня бы и получилось их разносить. Но резина, я сомневаюсь, что она куда-то растянется. В общем, вот такая вот печаль. Кеды клевые, классные, здорово выглядят, качественные, отлично сшиты. Если честно, я бы даже не подумала, что это Китай. Ну, в общем, они мне очень понравились. Думаю, понятно, что они мне очень понравились, что я их так нахваливаю. Но, к сожалению, они мне маленькие. Вот на полразмера были бы они побольше, а еще лучше на размер. Вот цены бы им не было. Я их так ждала, так ждала, так на них надеялась. В общем, мне хотела безумно такие обычные черные кеды. Буду пробовать разносить, но если не получится, то они достанутся кому-нибудь. А второй позиции в этом заказе это были вот такие вот мужские штанишки. Это, конечно же, полная синтетика. Вот штанишки по размеру вообще великолепны. Тут не придерешься. Сантиметр практически в сантиметр. То есть, как мы их заказывали по параметрам, так они и подошли. Плюс еще их огромное, что они на двух завязках. То есть, можно с завязки, вот как у меня Никита сделал, связал между собой. И вот эта вечная проблема потерянных завязочек где-то в недрах штанов. В общем, она решается. Завязала и все, и замечательно. Вот, я их уже раз постирала. Они у меня не полиняли, но может быть только со внутренней стороны. Вот здесь вот это белое стало чуть-чуть розовое от красного. Но, как вы видите, выглядят они вполне хорошо. Они очень легкие, очень тонкие. Никита меня сейчас в них только так гоняет. Говорит, что все замечательно, все ему нравится, хорошо сидят, не жарко в них. В общем, штанишки прям классные. И здесь, по-моему, даже есть два кармашка. Да, есть два вот таких вот кармашка спереди. В общем, штанишки стоят своих денег. Сшиты довольно-таки неплохо. Ниток, ниток, ну, кое-где чуть-чуть есть ниточки, но не так много, как могло бы. Размер написан XL. В общем, сели они... Ну, у нас какого у меня, наверное, Никита? 48-й, наверное. 48-50 он у меня, наверное, где-то так. В общем, сели они замечательно. В общем, штаны вообще супер клевые. Они и по длине хорошие, вот такие вот длинненькие. У меня Никита довольно высокий. Он у меня метр восемьдесят, по-моему, и штанишки ему вот эти подошли хорошо. По-моему, это был даже не самый большой размер, а вот посерединке какой-то. И еще одной позицией было вещица, которую я, наверное, хотела давно, и которой у меня не было. В общем, это вот такой вот рюкзачок. Светленький бежевый рюкзачок. По мне, он идеальной величины, то есть он не слишком большой, не слишком маленький. Единственный косяк, он пришел у меня вот довольно-таки помятенький весь. Поэтому еще ему лежать и распрямляться, отвисать и отвисать. Лямки регулируются. Есть, значит, такая вот еще ручка. Здесь на магните закрывается вот эта вот штучечка. Дальше вот такой вот темный подклад. Подклад, кстати, хорошего качества. Он не тонкий, он не разлезется. То есть хороший подклад. Ширина рюкзачка получается в расправленном виде вот такая вот. Фурнитура золотистая, но мне кажется, она, кстати, быстро сотрется. Но ничего страшного. В принципе, несколько раз летом с ним выйти прогуляться, думаю, вполне себе нормально. Здесь есть еще один кармашек. Вот так вот он открывается. То есть сюда можно еще что-то положить. Здесь такая же подкладка и такая же, как это называется, замочка. Замочек. По бокам еще два кармашка. Они не на молнии, простые. Надо что-то бросить. Возможно, даже бутылку какую-то небольшую поставить. Тоненькую сюда удастся. В общем, вот такой вот клевый рюкзачок. Здесь вот еще вот такой вот выдавлен рисуночек. Вот. В общем, рюкзачка у меня тоже осталась довольна. В общем и целом, заказом я осталась довольна. Если бы вы подошли кеды, то я была бы вообще на 100% довольна. Ну, что поделаешь, Китай он такой. В очередной раз довольна качеством. Мне, может быть, мне везет, но качество, по крайней мере, товаров я получаю хорошее. Что вы брали на китайских сайтах последнее? Оставьте комментарии, мне будет интересно почитать. Также не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой этот канал, на мои два вот этих канала. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. И всем пока-пока. До новых встреч. Сегодня я хочу вам рассказать свою... Мой канал. И сегодня я хочу вам рассказать о своем очер... Про очередную... Что вы брали последний раз на китайских сайтах? Отписать... Что вы пис... Что вы брали? По ссылке на китайских сайтах то в친к Firmin.